знаете когда когда все артисты либо рано со сцены уходят либо плохо играют их освистывают колтаков играл гениально потому что он рано ушел со сцены поэтому я и свист где я боже сколько народу меня за кого-то принимают так я нас нет ничего не понимаю за этим явно кто-то стоит я специально оделся во все белые как как я сам артист почему я свистну потому что свистну правильно правильно артист рано ушел со сцены ты куда эй эй все равно самое приятное что когда заканчивается все завершено и поставил точку и рады внутри доволен отличная урезочка совсем он больше не снимается дар напрасный дар случайный жизнь зачем ты мне дана если уж сам александр сергеевич солнце русской поэзии такими мучился вопросами что уж небесным телам помильче сережа клатаков ворвался в атмосферу кино восьмидесятых девяностых как комета ошеломил заставил говорить о самородке из барнаула смотрите я гашу солнце первые же явления у глеба панфилова владимира хатиненко уины туманян где он в партнерстве с леонидом филатовым по меньшей мере ему не уступал что не говоря симпатии народа изменчиво но когда первая вспышка кометы пригасла не то чтобы не снимали но далеко не так как моглось хотелось как надо было бы снимать сейчас после его ухода как водится заговорили о его величии закрытости загадочный такой гений до колтаков не был склонен к публичности за пределами экрана и сцены как-то брезговал что ли не давал интервью не ездил по фестивалям не пускал в личную жизнь но по праву дружбы несколько лет назад сделал для нас исключение с азартом набрасывая свой автопортрет как бы все чужое с одной стороны чужие слова чужие тексты чужие предлагаемые обстоятельства чужие ситуации а с другой стороны ты ты все чужое и как бы опосредован на себя собой вот это все чужое надо оживить я очки забыл я уже ничего не вижу уже и так насмотрелся на эту жизнь что я видеть я не могу говорят что надо смотреть очень много на на лес на на природу на землю это прямо восстанавливает зрение очищает души проясняет мозг а если на людей смотрят все хуже и хуже слепнешь тупеешь превращаешься в какой-то бесхозный никому не нужное приспособление на людей просто осваивать вот через камеру вот правильно через камеру вот почему придумал кинематограф чтобы не портить зрение глядя на людей потому что поэтому это и есть относительно реально то есть искусство это относительность жизни в относительном мире самой жизни о клубе все мне хана никакой хана все хорошо давай этот режиссер ваш размышляешься тогда и думаешь а вот смысл жизни достаточно эфемерная штука я сейчас забыл то ли александр на вопрос одного из посланников который на приеме ему ему сказал что ваше величество должно быть невероятно трудно управлять этой огромной империи он подумал будет нет нет трудно бессмысленно из неизбежных бессмыслиц для домоседа вечеринка завершающая съемки для автопортрета он бы хотел другой природы я и дневник и стихи и музыка и философия и вот это это вообще может пойти знаешь какой нибудь маленькой-маленькой на общем плане вот здесь это про тебя до 80-летию к 80-летию после смерти про этого человека мне даже думать не надо нечто над правдой какие-то силы которые если только вот с господом богом сообщают то что выше просто человеческой правды вот я знаю такого артиста в грузии вот автоном фараза вот он покаяния вот играл вот тогда я это понял что такие артисты бывают это мог делать иначентий михалычных унос и вот это пожалуй третье я ему не верю конечно потому что он любит меня а любящий всегда имеет километр заступа нелюбящим доверие вот кто не любит к тем доверия много к тем кто любит есть есть сочувствие что они тебя любят над человеческой правдой это наверное так как он импровизирует свои эти феоритуры потому что нашло накатило что-то прошло через него какая правда причем тут правда это треклятая внутренняя свобода она же достоинство она же так называемый дурной характер был бы сергей позговорчивее глядишь попал бы в кумиры все же любой актер должен мечтать стать звездой как тут солдат который хочет стать генералом но около такого презрения к славе званием шло думаю из понимания своей актерской мощи себе он цену знал и не могло не задевать что судьба как-то сторонка идет все знают ему цену а востребованы таланты поскромнее видишь ли дело в том что я человек вообще неровный я может быть в отличие от многих закипаю быстрее поэтому вот мой чайник закрытая моя сосудина она быстрее вскипает и поэтому конечно хочется этого радикализма были эти чудовищные времена и девяностые и прочие я пробовал и уехать отсюда навсегда потому что жить в богатейшей стране которая подыхает от голода потому что кто-то решил переворовать на ворованные вам хате где в то время значит я служил выдавали эти пайки но это было омерзительно я тогда курил значит надо было у кого-то табак на водку выменивать потом в общем этот бартер меня угнетал окончательно я решил уехать в австралию жениться там и провести свободно в свободном мире поскольку я для меня свобода это это просто определение всему я не терплю нас бы ни малейшего ни малейшего не то что диктата а вот повелевание я не понимаю я взял бы на себя смен сказать что у него этого у него все таки было больше дикого вот такого таланта то есть вот как тут привода пошел через него вот этот стоп какой-то гумилевский скорее такой вот он был стихийный совершенно хоть на такой температуре жить вообще сложно вот на и такие примеры отчасти это даль например там да ну такие вот но на вот эти высоцкий на вот таких вот вот причем ты понимаешь удивительно как он столько еще прожил то в этом нашем времени я не могу себе представить шукшина высоцкого далее не могу нажать я их не могу представить для них тут нет места мертвый человек ничтожество нищий и убогий человек а ты-то кто бать не умно знаешь ли всерьез строить а потом лапуду писать про спасенную россию чего ты своей жизнью добился и вы все того что мне 38 лет а я жить не хочу этого да и вот этот характер конечно он и в этой и не позволил ему как-то все таки до конца вот контактировать с миром австралия мама родная какая австра австралия поломала на самом деле всю картину мира вот эта иллюзия была иллюзия сейчас при этом всем все докажу ему важно было быть первым да не всяком сомнения моя энергетика требовала любви вот это вот реализация себя как свободного гражданина во все возможные тяжкие этот мешок мой мешок это это институт культуры я сейчас как махмуд и самбаев станцую все танцы народов мира хотите танцуй ага роза соломоновна давай нашу этот мешок мой мешок а что это такое это апофеоз не трогайте я остался один в этом доме сережа ушел прошу вас оставьте мне торф нынче мне что-то тоскливо я как плакучая ива ветви опущены в воду и облетают листы я как плакучая сереж но я устал уже но чем не что-то тоскливо нынче мир наш изменится вскоре в нем будет счастье и горе но неизменно и вечно будут любовь и обман только в бескрайней надежды только в бескрайней надежде так же склоняйся как прежде я как плакучая ив ты словно легкий туман что изменится в мире как в коммунальной квартире что-то станет прежним вечным как сам горизонт мы заберемся под полок день будет ярок и долог и разноцветен как мамин старенький шелковый зон я и уставший и нежный в шубе зимы белоснежной только безумное сердце грустные ритмы стучит я как плакучая ива и усвы слезы тоскливо болью реке отражаясь лик твой спокойный молчит пойду это подкину я понимаю что настоящих вершин добиваются только те кто уперт и заточен вот на одно на свое дело но я никогда серьезно не относился к тому чем я занимаюсь поэтому я как то так наверное не вписан в эту фантасмагорию театральщиков киношников все таки когда сиборитствуешь уходит напряжение струны ослабевает и звук уже не тот нет шесть лет я не хотел я не был ни не занят я не был ни востребован я ушел сам из театра потому что я не мог видеть этот этот вообще развалок окончательный не хотел сниматься в этом и иезуитстве в этих в этих бригадах для меня вот это восхваление уголовщины оно не может ничем быть оправданным и и я ушел конечно но я не бездельничал я писал сказки я писал стихи мы писали с колянычем песни у нас есть диск который конечно никому не нужен зато в последние годы жадный напрополую снимался в фильмах в сериалах весьма разного достоинства с азартом шута горохова фокусничал жонглировал масками с перевоплощением на уровне физиологии добрый день присаживайтесь у кремлевской стене чтобы вот так вот скромный такой люст а вы там с кем бы хотели? а кто там есть? ну там и Брежнев и Сталин да, но есть одно забронированное место для на будущее и там два места слева и справа так вот там там хочу быть рядом а что прям вот так его любишь? желаю удачи очень мне понравился артист очень кажется в годы его ослепительной молодости звездных ролей ему под стать не предлагало само время разве что после зеркала для героя армавир шедевр Миндадзе и Абдрашитова вот я снимался у очень хороших режиссеров начиная от Глеба Панфилова который я прям обожал боготворился я снимался у Абдрашитов Миндадзе который гремель а я снялся у него в картине которая никак не прозвучала это абсолютно ничего не произошло ну я имею ввиду что она без отклика поэтому грубо говоря то что просвистела и проскользила мимо да вот это Марина Марина уже при первой какой-то встрече стало ясно что конечно это он конечно он должен сниматься в главной роли чего бы этого не стоило Абдрашитов Миндадзе приехали на дачу к нам в Кокошкино понимаешь стоят у калитки Атаков идет в трусах и все говорит здравствуйте вы кто? мы Миндадзе Абдрашитов он говорит идите на хутор близ Деканки кто будет сниматься там? Шакуров он говорит нет что вы с Шакуровым я они в театре до этого работали я думал это ты а это не ты а я думал ты и это ты оттенки это отдельно совершенно выдающийся актер актер особой природы какой-то чрезвычайно странный актерский но я бы сказал в этом смысле странность какой-то завораживающая что это за человек Что это за время он должен нести своим лицом, самим собой? Что это за время, которое только что утонуло, как этот самый гигант Армавир, утонуло и ушло на дно? И все выжившие оказываются на берегу, где бегают, ходят, ищут себя и не находят. Куда ж ты? Куда ж ты, Паша? Ну посмотри на меня. Он не вовремя был снят, я бы сказал так. Картина вышла в период, во время такой эйфории. Все были в восторге от того, что происходит. Молодые перестройки казалось, казались золотыми яйцами. Злобода, равенство, братство. Поэтому картина, которая вдруг говорила, подождите, подождите, ну там же вот остался, эти потопленные корабли, мы же все после, после катастрофы. Это надо понимать, друзья мои, там ничего не светит, если мы не поймем, что произошло с нами, кто мы такие. Я снялся у нее в картине, которая никак не прозвучала. Но я имею в виду, что она без откликает. Это не моя вина. Более того, я даже, я не сильно удивляюсь на массу людей, которые имеют, грубо говоря, таланта, как яички у муравья. Но при этом гигантская популярность, гигантская. И мне безразлично. Я не, я не, я не нервничаю по этому поводу. Такова судьба. Это время, это Вертинский, да? Он вернулся после всех перипетий в Россию. И его в Росконцерт вызывают и говорят, что вот хотелось бы, чтобы вы составили автобиографию творческую и с перечнем обязательно ваших званий и прочее, прочее, для того, чтобы мы вам утвердили ставку. Он говорит, деточка, у меня нет званий. Говорит, ну, может быть, вы народный артист? Нет, моя дорогая, нет, нет. А что, вы даже, может быть, заслуженный? Ну, что ты, радость моя? Нет, я и не заслуженный. Ну, может, это какой-то деятель? Нет, нет, прелесть моя, нет, я нет. Ну, может, у вас какие-то ордена? Да нет, радость моя дорогая, нет у меня ничего от государства. И она такая врастеристая, говорит, а что же мне написано? А вы там напишите просто, мировая известность. Вот замечательно. Автоборты. Чего это, кому это надо? Ефремов нежно и трогательно ко мне относился, и я много работал. И надо было как-то меня подвинуть в заработной плате, и для этого надо было, чтобы было какое-то звание. Он, значит, говорит, что ты там напиши это. Я говорю, что если я напишу, и ты подашь мне название, я сразу пишу заявление об уходе. Он говорит, ты что? Я говорю, вот так вот, ну вот, серьезно и без дураков. Уйду сразу. Тогда он придумал историю. Значит, они как бы сняли со всех народных эти звания, нивелировали их, и назначалось так. Ведущий мастер сцены. И я тоже был вот этим ведущим мастером сцены. И, естественно, я получал, как они. И это страшно нервировало Иннокентия Михайловича, который на каждом собрании говорил, что Ах, Калтаков в этом году тоже будет ведущим мастер сцены, да. И мы говорим, да, Иннокентий Михайлович, да. И что он будет получать, как я, да. И мы говорим, да, Иннокентий Михайлович. А что, Иннокентий Михайлович? Это потрясающе справедливо. Вот какие-то три вещи, определяющие, как у Пушкина, да, к отеческим гробам, то есть к родине, к родине вообще, к земле и к ближнему своему. Вот это три определяющие, без которых ничего нет. Ни нации, ни национальности, ни культу, ничего. Зиро. Вот мы сейчас вот находимся в этом дурацком состоянии полного зиро. Америкосы там стоят, руку держат на сердце, флаг поднимается. Это искренне, это искренне. А у нас все косят отовсюду, чтобы в армию ходить. Не надо учиться, ничего не надо. А что надо-то? Мама вас не видела. Видела. И не единожды. Вот хозяйка халяски. Видела? А, мамок, а она тут? Ну, я думаю, да, она ходит. Меня же убьют. Конечно. Илюса, наверное. Да. А может, да, может она скажет, сынок, сыночка, иди. Маленького забудет. Приходи. Забудет тут же, что он ходит вот рядом с ним. Сынок, как ты бездеподрос. Не пеленок, теперь ничего. Да, ну, с тобой-то у меня не будет никаких проблем. А, да, 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 да. Как ведь, сам песни, сам ест, сам не зарабатывайся. Уже. Да ты и заработать можешь. Да. Папу, прогоним, прогоним. Да, 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 да. Бабка моя говорила, что Сережа пошел в артисты. Ой, работа виткая, делать ничего не надо. Плотят хорошо, а главное в тепле. Раз, два, три. У-у-у! Девовольствие. У-у-у! Волной-то. Видимо, видимо, будет дело. Человечество живет, и его инициации в этом смысле не меняются, хлеба и зрелищ, значит, у нас будет у бедных этих лицедеев какая-нибудь работенка. Сделайте мне синюх, пожалуйста. Ага. Нет, Аня, сегодня. Садись, ладно. Вот, и это самое, театр удивительная штука. Киношка-то ты не доработал, не сделал, ничего не случилось, и ты все, ты зафиксировал, и ты и так ушел, что называется, с этим дерьмом в вечность. А тут можно каждый раз пробовать чего-нибудь, можно что-нибудь выдумывать. Я тебя люблю. Спасибо. Вот. В армии играли. Сергей, ты кто играл, артист? Артист-то? А прикинься? Все, что я слышала о таком чрезвычайном даровании, как Сергей Колтаков, он всегда превосходной степени, но говорит, что он все разрушает, и вообще вы намучаетесь. С кем тряпись же, с Колтаковым? Боже мой, это что-то страшное. И как же я приятно удивлена, и как вот никогда в жизни никого не надо слушать, а надо, конечно, общаться с человеком, что это такой божий дар мне, вот, например, то, что мы встретились в одном спектакле, потому что это такая огромная личность. Такого 19 века в смысле образования и каких-то своих пристрастий, как он вообще замечательно музыкален, как он читает Бродского. А в смысле того, какой он партнер и артист, я могу сказать, совершенно отдавая себе отчет. Это гений. Сережа гениальный абсолютно артист. А на том уровне, который существует сегодня, он просто входит, наверное, там, я не знаю, в двойку, в тройку лучших. ...было иметь с вами зеркал. Зашеть, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Зал взят. Зал. Я все взят. Пойду мыть морду. Сейчас буду человеком. На-на-на, на-на, на-на воды нет, горячка. Ой, сейчас бы в море. И прямо в море. Чистый как, чист как ангел Боже Как артисты говорят, знаешь Три часа позора А потом слова артиста Писал всегда У него в последнее время была такая техника Писать театральным гримом Он представлял всегда Вот таким Христа Вот так Господи, Боже мой А я думала, это твой портрет Нет, писал как бы с меня И говорил, что я, Колька, пишу как бы Тебя Но вот таким я представляю Христа Мы задружились в 85-м году Когда меня приняли В театр Станиславского И дали мне комнату В общаге А эту комнату занимал Колтаков С женой Я прихожу туда с чемоданчиком таким Фибровым К которому я приехал из Новосибирска На кухне сидит Колтаков Знаешь, в китайском халате Такой Жена ему прислуживает, дает чай Я говорю, здравствуйте Мне дали вот эту маленькую комнатку Он говорит Иди А дальше Я говорю, ну как У меня ордер Понимаете Потому что он две комнаты занимал Он звезда уже был Потом его выгнали К чертовой матери из театра За его вот эти Как это Характер, как говорят И меня назначили на его роль Я значит Звоню Сереге Я говорю Мне предложили И так далее Все Сыграть твою роль Тебя все-таки выгнали И так далее Соглашайся Без его позволения Я бы никогда не стал играть Я согласился Ввелся в его роль Потому что вы выгнали Ну все И вот с этого Вот с этого Та дружба Начиналась Вот эта вот честность Ну и какая-то Я не понимаю Что такое влюбленность Это Ну Я был Ну наверное влюблен Потому что Тогда уже вышли Соучастники Там Валентина Ну что вы хотите доказать Что вы от меня хотите Ну я сам знаю Что я дерьмо Ну настоящее дерьмо знаю Ну чтоб я хуже их был Хуже самого себя Не бывает так Понятно Зеркала Еще нет Зеркало Это вместе мы снимались Я не знаю Сколько у него было жил Говорят много 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 Вторая была Вика Потом Была Ленка Янка Да У меня были свои ЗАГС На поляну Ты хочешь Ты хочешь родить двух детей Будет два мальчика Вы будете Два нищих Это будет Ее выгонят из театра Ты будешь Такой-то 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 Он действительно Меня от многих вещей Совершенно Уберегал Гасил все мои Эти Желания Мировых пожаров Потому что Столько-сколько Мы пережили Во все эти времена И вообще По-человечески Вот он недавно Сломал себе Ногу и руку И у меня было ощущение Что лучше бы я себе Сломал ногу Руку Башку Поэтому Я вообще Очень верю в дружбу Я Я пережил Много Любови Я пережил Много Я только три раза Был официально Женат И И были Другие Жизненные Там Позиции Там Гражданские Браки И все И куда-то Это делось Все куда-то Ушли Хотя я не могу Плюнуть Ни в одну Свою Любовь Ни в одну Из этих Женщин И не скажу Никогда Никакого Плохого слова Потому что Каждая принесла В жизнь Какое-то Счастье Какое-то Радость Ну и это Моя судьба Это моя жизнь Но почему-то Все ушли И осталось Вот это Дружеское начало Между мной И этим Этим Замечательным Колянычем Моя дочка Его обожает До смерти И хочет Все время Говорит Папа Я женюсь Я выйду замуж За Николашу Я говорю Что ты дура И ты не можешь Вообще Претендовать На это святое Потому что Уже В нашем роду Я уже Истязаю Этого человека Живи И убивай Других Любовь Бывает Неразделенной Ты любишь Она тебя Нет А дружба Неразделенной Не бывает Это абсолютно Абсолютно Единый Конгломерат И я просто Говорю Слава тебе Господи За то Что ты В какое-то Время Подарил Мне Этого Удивительного Человечка Воправ был Колтаков Не надо было Мне в 20 Этих лет Вот действительно Да Жениться А я еще Хочу двух сыновей Хочу Серега И так далее Двух сыновей Она мне родит Двух сыновей Он пришел Сказал Мне надо И все Ну гениально Правда Вот мы и дома Я не понимаю Что это Это какой-то Для меня это космос Для меня космос И А сейчас Этот космос Закрылся Или что Нет Нет Не закрылся Нет Он здесь Музыка ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ